Страшный грохот раздался в первом часу дня. У воспитанников детского сада в это время был тихий час. Цементно-стружечные плиты, которые грузил автокран, приземлились рядом с детской площадкой. Стрела упала прямо на пристрой, где спали малыши. Сам КАМАЗ перевернулся и повис между землёй и забором. Ребёнок был очень напуган. Дети были жутко. Ну вот они поставили, загрузили и у них пошло туда. Ладно, ещё не на нас. 100 детей и 20 сотрудников садика были в срочном порядке эвакуированы. За детьми прибежали напуганные родители. Всех успокоили, малыши не пострадали. Страшно за детей. Мы сказали, что никто не пострадал. И вот, всё нормально, все дети живы. Только забрать детей. Большое спасибо в данном случае нужно сказать преподавательскому составу, потому что все сработали очень оперативно и чётко. Дети были выведены, был контакт с родителями. Сейчас для нас главная задача – это проведение инструментального обследования и психологическая помощь детям. Причиной опрокидывания крана могла стать неправильная расстановка выносных опор. Спецтехника поднимала цементно-стружечные плиты на крышу соседнего многоквартирного дома. Именно на сегодня был запланирован ремонт кровли. Здесь явная ошибка крановщика. Соответственно, здесь лапа жёсткости была установлена на грунт. Соответственно, при работе крана стрелы перегрузок произошли. И видим то, что сегодня происходит. Работы по ремонту крыши проводились по заказу фонда капитального ремонта. Подрядчик выиграл электронный аукцион. Ранее фонд уже работал с этой компанией. Никаких претензий не было. Тут полностью вина подрядной организации. В дальнейшем будут приняты меры. То есть будет расследована Ростехнадзора. И будут приняты меры в адрес подрядной организации по возмещению ущерба. В настоящий момент ответственность уже понятна. Это человеческий фактор. Это халатность. Если со своей стороны глава города буду лично контролировать. И провожу все усилия, чтобы ответственность была за подобные действия максимально. Горе крановщик не нашел никаких слов, чтобы прокомментировать свою ошибку. В ближайшее время кран уберут. Детский садик продолжит работу. Разве что пристрой, на который упала стрела, будет временно закрыт. До тех пор, пока не выяснится, есть ли серьезные повреждения. Юлия Калинина, Олег Лавров, Алексей Калякин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова